Толпа, любая, еврейская или китайская, она всегда остается толпой. Ее ничего не стоит кричать «Распни, Асанна!» Мы это знали. Великая штука памяти. Она должна учить, наставлять. Я очень прошу вас, не комментировать сейчас ничего. Просто смотреть и думать. Мы наконец-то сможем пообщаться индивидуально с вами. Каждому из нас действительно есть о чем задуматься и что переоценить. Мне осталась одна забава. Пальцы в рот на веселой силе. Проходилась дурная слава, Что по камнях я не искадались. Ах, какая смешная потеря! Много в жизни смешных потерь. Давайте начнем, не будем заняты. Прошу вас, господа! Было ему 8 лет, наверное, тогда. Мальчишка мне очень понравился. Он был оригинален, прост. Ну, такой какой-то вот... Ну, похож был на Геккельберри и Финна таким, каким я его представлял, когда читал первый раз. Это очень трогательное воспоминание. Это была первая картина «Приключения Томасора» и Геккельберри и Финна. Людмила Николаевна, бабушка, что она удивительный человек, Которая во мне души не чаяла. Я ее безумно любила. Как-то у нас вот этот вот такой один организм был. И человек, который, в принципе, скрыть и утаить что-то не мог никогда. И тут, больше полугода после пропов, она все это курировала, она все это отслеживала, и она держала это втайне от родителей. И потом... Очень трогательно, потому что она выдала на гора вот, пожалуйста, ребенка утвердили. Опешившая растерянное состояние родителей. Ну, тут уже не поспоришь, тут уже все. Факт состоялся. Для Тома и для Гека это же было удовольствие, а не съемки. Они играли, ну, может, ребенку надоест играть целый день? Нет, конечно. Мне все их игры были понятны, я и сам любил разыграть, пошутить и прочее, прочее. Так что это... Как я люблю периодически пересматривать приключение танцора Гитлеберифина, и я смотрю эту картину с удовольствием, с огромным, просто до слез, до смеха. И я никаким образом не идентифицирую себя с гекком. А люди, которые склонны творить, они творят изначально в детстве, хулиганские поступки они творят. Его можно даже сравнить с музыкантом, с большим поэтом, потому что он был реальный поэт. Но все равно внутри всегда вот это содержание какое-то, музыкальное содержание, в нем, конечно, присутствовало. Тогда я был совсем пацан, и в восторг познания мира он перекрывал все остальное. Для меня каждый день был абсолютным открытием. Начиная с первой картины, которая продолжает «Золотой цепи», с этим негативом Сидовым, Томасом. Русь без маркировки, еще было что-то, что-то, что-то. И это многое люди, это встречи. Владу не надо было научиться брать лягушек, червей каких-то, таскать за хвост дохлую крысу. Я помню, он на съемках как-то говорит ассистенту, «Теть Лор, пойдем пиявок ловите». Та говорит, «Нет, Влад, я хочу пойти мяты нарвать». Он говорит, «Фу, гадость». Я учился достаточно хорошо, и я закончил, по-моему, даже без тройки школу. Потом у меня год от года профессия занимала все больше и больше сознания, мысли, помыслов, чаяний. Я очень увлекающаяся личность. Может быть, в этом есть свой плюс, может быть, минус, но это данность. Но то, что он был ребенком, большим мужским ребенком, по своей сути можно привести тот пример, когда ему что-нибудь даришь, ну, пускай незначительную игрушку, подарок, он радовался как ребенок. На него улыбка не исходила с его лица. Он эту игрушку мог три дня рассматривать. Внешне он уже был взрослый дядька, конечно. Но по характеру он был такой пацан. Вот так я вот всем вам расскажу и покажу. И что бы там ни было, какие бы последствия потом, он об этом никогда не думал. Он жил сердцем, понимаете. Самое главное, как мне кажется, это не разучиться, радоваться. И все равно, чем больше мы впадаем в детство, тем как-то более восторженно и более насыщенно наша жизнь. Он такой большой ребенок. Он себе представлял какую-то идеальную жизнь. И когда он сталкивался с тем, что жизнь не идеальна, ему было плохо. Он был гипертрофированный романтик. И потому что я достаточно жесткий человек, как ни странно, вторая часть меняет абсолютно романтизм. Причем романтизм какой-то удивительный, лирический, иногда совершенно неоправданный, и для себя самого необъяснимый, откуда что берется. Что касается общего между мной и героями Грина, когда это есть, это созидательный момент. Момент строительства, наверное, себя в себе. Абсолютного восторга от самой жизни, от того, что она дает, дарует. Пускай это испытания, пускай это подарки какие-то жизни. Все школа и все во благо. Все то, что тебя создает. То, что тебя так, Виночек, инструирует. Судя по тем принципам, по которым он жил, он, конечно, верил в чудеса. Верил и надеялся только на лучшее. Я действительно воочию убедился в том, что существуют чудеса. На Рождество в храме Берусалиме я это видел своими глазами. И у меня отпали все вопросы сразу. Потом все в нас. Вера, она жива очень многогранна. Вера в Бога, вера в чудо, вера во что угодно. Это все вместе, в любом случае, вера в добро, в красоту. И желание, и необходимость этого. Вокруг себя, внутри себя, в людях. Думаю, что он был верующий человек, конечно. Я так думаю. Мы никогда не говорили об этом. Но судя по тем принципам, по которым он жил, я думаю, что, конечно, в нем сидело это. Мне было 11 лет, когда я крестился. То есть я соображал уже. Но я работал уже в это время, поэтому я так немножко понимал, что я делал. Мой выбор был не случайен и для меня абсолютно оправдан. Я ничего никогда не ждал, ни на что как бы не рассчитывал. Это не от души. Но что ли это, скорее, ответственность и напряжение? Мне кажется, что если начало внутреннее здоровое, как бы не гнилое, то человек, будь то режиссер или актер, он так или иначе ведет одну тему. Поэтому мне кажется, что и Абориген у Влада, хотя это не про войну история, и дальше тот же Таманцев, и тот же персонаж его из Ворошиловского стрелка, этот парень участковый, персонаж, который растет, меняется, но он об одном играет, грубо говоря. Одна из самых дорогих картин Абориген. Конфликт личности с социумом. Конфликт личности с социумом, личность обречена на гибель. Что? Что ты? Что ты? Да ничего. Пусть он посидит лучше за мелочь. А то ведь, знаете, он человек может убить. Вы посмотрите на него, в глаза посмотрите. Папаша вылитый. То, кто-то себя башку проломил, а это кому-нибудь другому проломит. Одна из главных картин жизни. Сразу после нее я поступал в Щекинское училище. Было дико тяжело. Я поступил, на самом деле, очень быстро и легко, как казалось со стороны. Мне это очень тяжело было поступать после такого багажа. Работай, работай, работай. Опять сдавать какие-то экзамены. Это гораздо тяжелее, чем делать это человеку, который никогда не был скушен, скажем, в этой профессии. Мне кажется. Он мог бы даже, мне кажется, по большому счету и не учиться, а все равно бы у него хорошо бы получалось. Ему даровал Господь Бог огромное обаяние и огромный талант. И, помимо всего прочего, он человек думающий был и человек неравнодушный. Здорово, Федорович. Здорово, здорово. Слушай, у меня тут идея возникла. Давай в генпрокуратуру письмо вместе составим. Что? В генпрокуратуру давай вместе обратимся. А, давай, давай. Спасибо за подсказку. Что-то ты разъездился. Как не зайду, у тебя все нет и нет. Путешествую. В Америке говорят, старики только делают, что путешествуют. Мы с ним вот долго на площадке не встречались, пока не случился Ворошевский стрелок, где он сыграл молодого милиционера. Я же немножко ощущал себя крестным отцом мальчишки. Так что тут раздумий особых не было. Никаких проб, конечно, никаких не было. В любом случае, когда актер создает свою роль, он создает их собой. И если в тебе нет этих качеств, то ты и не сможешь их сыграть. Поэтому те герои, которые были сделаны Владом, они очень много имели его, его личного. Чисто по-человечески я слышал о Владе Галкине только хорошее. Где-то в парке помог девчонке, которые там три про хвоста тащили в кусты. Я не слукавлю, если скажу, что я по-другому вряд ли мог поступить. То, что показано в Ворошиловском стрелке, это очень здорово, это очень своевременно. В этом есть, наверное, еще вот этот момент. То, что не перестает удивлять в русском народе, в российском народе. Мы слишком эмоциональный народ. И мы слишком часто и слишком близко принимаем чужую боль. Я знаю, что он готов был разбиться в лепешку ради людей. Готов отдать последнее. И в том числе, даже если этот человек ему не очень близкий друг, но он верит, что это хороший человек. Знаю, что он помог одной моей приятельнице. Очень сильно помог. Хотя, ну кто его заставлял это делать? Она ему не близкая, так сказать, ну никакая. Ну, случайно проговорила, что у нее там большая беда. Нанял ей охрану. Вообще помог. Почему это тоже есть парадоксальный момент? То, что происходит с нашими близкими, иногда нас не так волнует, как то, что происходит, скажем, с людьми далекими. Это какая-то такая вообще треугольная ситуация. Я ничего не знала о том, что он помогал детям военных. Ничего. Я несколько раз обсуждала с Владом по поводу того, что наши звезды, наши артисты занимаются материальной помощью, да, и детьми. И я удивлена. Влад всегда говорил о том, что да, ну они занимаются, да, они про это говорят. Но никогда ни словом не обмолвился о том, что он этим тоже занимается. Он никогда не говорил об этом. Он просто молча делал. Вообще нормально, сейчас сядем, водки выпьем, пожрем, согреемся, а потом поспать можно, так? Ты что, рехнулся? Я же тебе говорю. Да я не рехнулся, там в автобусе дети замерзшие, голодные. А ты мне предлагаешь птихаря пожрать. Тихо, 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 тихо. Ну тут своя, Турчеванка, я тут куколь. Турчеванка ругаться будет. Кур-куль ты, есть кур-куль. Если этого нет в тебе, ты не обманешь зрителя. Он абсолютно как актер добился успеха. И, наверное, после дальнобойщиков, да, это была такая звездная его роль. Вот, это была абсолютно его роль. Хотя он не был таким уж прям совсем Сашком, да. Но за это его полюбили. Вот что-то он нащупал. Был первый опыт работы в сериале непосредственно, в телевизионном. Ну, и потом, конечно, телевизионная аудитория, она значительно больше, чем кино. Но то, что его показывают все время. Вот, это некий момент суеты, сумятицы, конечно, пронесло в жизни. А так? У него никогда не было звездной болезни. Любой человек, который встречался на его пути и говорил, ой, я тебя знаю, это Влад Галкин, подходил, просил автограф. Влад с удовольствием это делал. Иногда он даже свой телефон, номер телефона давал. Чтобы человек сходил с ума, потому как вот сейчас я пройду здесь по звездной дорожке. Да, мы встречались и на кинотавре, и на каких-то там, на ТЭФе, на мероприятиях. Но эта часть работает, это необходимо появляться там. Любил ли он их? Нет, я такого не замечал за ним. Бывают ситуации, когда посещаешь какие-то мероприятия, но это связано только с тем, что эти мероприятия устраивает кто-то из товарищей. Почему близких товарищей? Потому что так просто, я пойти ради тусовки на тусовку никогда в жизни не пойду, потому что я действительно начинаю себя чувствовать каким-то вырванным зубом просто. Это хочется сразу пойти, сесть куда-нибудь, в какую-то келью. Ну, в смысле закрыться как бы, да, это все. В августе 44-го персонаж Таманцева, мне кажется, это такой еще не разочаровавшийся Калтыбин. Они абсолютно разные, но они разные от чего? От того, что здесь в диверсанте он такой отец-командир, да, вот, а там он, в принципе, на нашем месте-то. Мне не довелось служить в армии, хотя я пришел в 16 лет в венкомат с требованием отправить меня в Афганистан. Мне сказали, мальчик, подрасти еще. На что я сказал, ребят, у меня потом времени не будет. У каждого я более чем уверен, что в жизни своя армия. Я никогда не катил от армии. Это было как бы не просто ниже достоинства. Я просто не мог бы себе этого позволить. Служил, да служил, конечно, служил. Ну, просто еще так совпадает то, что большое количество военных ролей имело. Да, я думаю, абсолютно он отслужил на три армии, я так думаю. Блинов! Товарищ капитан, бабушка приехала. Военные роли, военные картины, и тематика, и событийный ряд, градус переживания, градус существования гораздо выше, потому что это экстремальная история, как такова изначально, да, суть. То есть вот шаг влево, шаг вправо, смерть, по большому счету. Внешностью своей, и он не производил впечатление какого-то очень образованного человека. Но когда в какой-то момент я понял, что он там достаточно свободно по-немецки разговаривает, потом там что-то еще, какие-то факты, которые там, книги, которые читал. То есть я понял, что, в принципе, мне достаточно многому можно у него учиться и спрашивать. Григорий Иванович, Калтыгин я. Мой персонаж Калтыгин совсем не пример неподражаемый. Это скорее черное пятно эпохи, черное пятно строя. Когда народ был ведом, и никто не знал, куда это все выведет, к чему это выведет. Для меня было очень важно в Калтыгине, по большому счету, отдать долг памяти именно тем, кто так или иначе столкнулся с этой чудовищной ломкой, переоценкой вот этих вот псевдоценностей. Трюки он делал потрясающе. И делал сам, и ему каскадеры даже практически ничего не показывали. И мы много о чем говорили, в том числе, я говорю, слушай, я тебе только умоляю, но не делай сам эти трюки. Когда делаешь сам, очень часто не отдавай себе, что-то трюк это или не трюк, это вот часть того рисунка, который существует. Я, скажем, глубочайшим образом убежден, что это сделаешь лучше, чем каскадер. В результате он прыгает там вместо каскадера сам, дальше рвет связку, но уже ослабленную. И это уже неизбежная операция, 10 с лишним операций, это же больше в течение года. Это дикая мука. По сути, это инвалидность. Мы поставили титановый сустав. Это инвалидность. И он с этой болью, с этой чудовищной травмой, да, своей, он работал в этот проект. Тоже говорит о его характере. Он работал очень ответственно. Но меня совершенно поразила его работа в «Мастере Маргарите». Потому что для меня Иван Бездомный был абсолютно проходной персонаж. Вдруг я увидел, что он просто один из главных. Благодаря, конечно же, Владу Галкину. А откуда вы знаете, как меня зовут? Хм, помилуйте, Иван Николаевич, кто же не знает поэта Ивана Бездомного? Есть картина, где это яркий пример того, что я отвечаю за то, что я делаю. Потому что я как артист, как человек, который занимается этой профессией, я считаю, что как материал Бездомный – это самый яркий образ, который есть в этом романе. Я понимал, что моя задача – это максимально оживить это существо. И он мне безумно интересен, потому что это определенный срез, пласт времени, социальный срез, очень точный, собирательный образ. Если существует мнение, что удалась эта роль, слава богу, я очень рад, потому что мне она была очень интересна. Во Владе, да, наверное, много было того, что он играл. Много мужского. Много подчас жесткого, да, но жесткого не в смысле жесткости, а в смысле характера волевого. Для него было важно быть мужчиной, мужчиной во всем. У нас в кино, да и на сцене тоже, всегда остро востребованы люди, каждый из которых мог бы служить олицетворением народа. Таких людей очень мало, это редкий талант. Вот был Борис Андреев. Умер Борис Андреев, появился Влад Галкин. Гриш, Гриш, пойдем. А, что так? Ну, пойдем, ящик. То, как Влад умел любить друзей, женщин, это тоже видно в его ролях. Вот что он умел делать, так это любить. Вот любить он умел, это действительно правда. И вообще он был таким человеком, который очень любил жизнь. Я счастлив, что мне удалось сыграть несколько ролей, которым было очень много сил, очень много любви, безусловно, потому что я абсолютно уверен, что любое хорошее кино про любовь. Как только включается некая эмоция, некое сопереживание, включается то самое чувство, по большому счету. Субтитры подогнал «Симон»